8 килограммов инвентаря приходилось носить перед каждым вылетом. Теперь стало легче, на килограмм, рассказывает летчик-инструктор клуба ЦСКА Елена Прокофьева. Несколько лет она и ее команда удерживают мировое лидерство в вертолетном спорте. И вот награда – медаль за заслуги перед Отечеством второй степени. В мире будем стараться держать первенство. В этом наступающем году чемпионат мира в Белоруссии пройдет. Снова, я думаю, состоится женский зачет. Будем отстаивать звание. Государственные награды и почетные звания получают 26 человек. Они – настоящие лидеры каждой в своей области. Медицина, культура, спорт, безопасность, транспорт. Водитель автобуса Владимир Кузнецов смущается. Не ожидал, что его ежедневную работу оценят так высоко. Вот как без вас бы. Ну, идемте поближе. Как бы сюда люди добирались вообще? Вы что? Спасибо вам за ваш труд. Сегодня в зале представители разных профессий, специальностей. Люди, которые стоят на защите интересов страны, прав и свобод граждан. Люди, которые развивают нашу промышленность. Люди, которые вносят огромный вклад в сферу культуры и образования. Награды – не повод почивать на лаврах, уверен профессор Самарского университета Владимир Зрелов. Директор научного центра авиационных двигателей с уникальными во всем мире экспонатами мечтает вернуть Самаре могущество в аэрокосмической отрасли. Я мечтаю о том, что те традиционные международные симпозиумы, которые проходят в Москве каждые четные года и посвящены специально двигателям. Почему в Москве? У нас надо проводить, в Самаре. Не только космические, но и земные задачи можно решать с такими людьми, отметил глава региона. И пожелал в новом году успешной реализации новых планов. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.